привет костя отвечаю на твой вопрос подскажи просто как создать такую же реалистичную кожу ты написал под этим видео ген это один из последних моих персонажей и первое с чего хочу начать это показать источники с которых я черпал вдохновение и с которых я узнал много чего интересного о коже и как ее создавать первое это tutor gnome workshop realistic скин из от брошенки еще от доминика к века достаточно интересные моменты рассказывают как скульптить такую кожу монстра и так далее может пригодиться второе которое я научился понимать пор и там так далее это create creating hyperrealistic characters in the brush от хасин диба тут тоже достаточно много полезной информации и в результате сможешь получать таких вот персонажей с таким же освещением просто заброшу и постинге photoshop это второе третье рекомендую посмотреть реалистик по территории из крис коста вот можно так и написать ю тубе или крис коста и там найдешь я кинул ссылку в общем еще одно что советую это кейлер фолу из x y за это не затурал посмотреть тотор этот на x игре здесь крайне мере самая современная технология которая позволяет быстро не скульпт пор и а уже получить из готовой карты такого вот высокого качества displacement вот пока я не применял думаю вот в следующих работах то здесь покупаем лайбери у них есть multi-channel faces например вот я считаю для таких карт достаточно нормальная цена и в можно получить исходя из этого урока получить хорошую текстуру но я не делал этого мужика генри этим методом поэтому я расскажу о том как я делал до этого до этого момента также рекомендую для рефов смотреть вот очень хорошая работа я не вдохновляюсь для референсов чтобы понять как поры выглядят за драж потому что еще со времен еще со времен дэна роарти я помню он еще говорил что но я обращал внимание что у него матбоксе кожа более насыщенная выдавливание чем на рендере это делается для того чтобы потом до применяем skin shading тени немножко размываются и все эти детали чуть-чуть размываются ну как они не размываются у нас ссс шейдер немного делать более мягкими поэтому на забросших нужно делать вот прям такими порами пор и детальнее и я вдохновляюсь вот этой работой дам ссылку и еще и сайт дэниел больше шум вроде так не ошибаюсь правильно прочитал у него есть фотографии высококачественные допустим ты можешь набрать зумы например на данном парне приблизить приблизить и максимально рассмотреть все поры все детали и это поможет в реалистичном создании реалистичных людей вот я не скажу что я старался идеально передать все пропорции этих пор но это помогает создание лично мне даже вот волосы можно рассмотреть все волосинки их размер радиус вот это что касается референсов теперь поговорим о кистях которые использовал своей работе и шейдинге во первых я рекомендую тебе зайти на оборот написать xmd и купить lifetime xmd brush membership почему я советую его купить во первых здесь постоянно выходит новый апдейты и очень много классных кистей во вторых майкл данман создал прекрасный продукт как по мне удобный в организации кистей он называется xmd toolbox и с помощью него ты сможешь организовать свои кисти загружать их специальный интерфейс сейчас я его покажу и работать с ним вот и как раз сейчас я покажу пак кистей которые я использую в использовал создание гены этот софт удобен тем что можно организовать свои кисти например вот смотри я организовал по тегам skin zbrush guides я их покажу где можно купить скин обычный это бесплатные кисти тоже ссылку на них дам скин riddler их я тоже покупал и дам ссылку вот так же создал такие закладки с этими же кистями для чего это нужно здесь можно включить меня мод таким вот образом открыть zbrush и уже сразу смотри их загружать эти кисточки сюда и использовать и первая рекомендация которую я советую применять это работа с геометрией hd данный режим позволяет более качественно создавать displacement карты то есть более детализированные крутые и реалистичные поры и так далее вот это первое второе обращаю внимание вот как раз первое им пак кистей давай сначала расскажу о них где их скачать или купить а потом покажу дальше продолжу рассказ о том что я делаю в Zbrush с ними так первый пак это скин который абсолютно бесплатный его можно скачать на cg else тоже дам ссылку здесь скин этот скин пак и мне нравится в нем то что отмечены зоны на которые можно применять его то есть вот наводим и смотрим куда можно эти кисточки применять таким образом я просто смотрю на зону и аккуратно растягиваем то есть применение сейчас покажу как что здесь очень как раз есть поры крисе косты рик бейкера вот тоже там очень полезные кисточки последнее время я из как я говорил использую xyz то есть новых персонажей скорее всего буду делать с этим но когда мне бывает хочется поспультить получить удовольствие я использую еще кисти от Zbrush guides скин зажигается ссылку я тоже дам но есть тут ресерсис и заброшай сейчас здесь башь башь с тут не помню 10 долларов стоит можно купить и вот скин а заброшай скин брашишь браша спак его использовать своей работе то есть она тоже достаточно делизированно проработать поры как он здесь показывают я пробовал вполне вполне хорошие кисти вот следующий пак кистей я использую от питера конинга альфа там не только поры там много можно для монстров использовать я там пример лепил лесника с помощью этих вопака тоже ссылку дам и также риддлер я только что показывал за кисточки вот они я купил тоже нам род 3 доллара стоит вот то есть с кистями я думаю понятно все это скачаешь купишь будешь пользоваться насчет работы с xmd и почему я считаю его удобным как я сказал есть меня вот здесь можно создать закладки и сразу же допустим выбрать третью закладку выбрать какую-то кисточку два раза на нём кликаем она загружается заброшь и ты просто с этим работаешь так вот почему я советую геометрии hd во-первых он экономит память то есть работает включается работа именно определенной области не видится брошь грузит эту детализацию то есть можешь допустим там не знаю актив поин сделать максимум 600 600 тысяч например в данном случае с этой сферы детализация уже более-менее хорошая но при приближении например она уже не очень да и возможно память грузина грузит всю тебя малой оперативки там слабый процессор то я советую да и вообще в геометрии hd удобнее работать просто геометрии hd нажимаем divide hd допустим два раза уже получается 11 миллионов и когда ты нажимаешь а вот смотри она работает на данной области во первых текстуре так очень удобно потому что сохраняется все детализация вот видишь уже более-менее 1000 нужно ближе то добавляем еще девай тратки таким образом можно классно работать с этой области получать детализированные поры это что касается геометрии hd кисточки думаю понятно я просто выбираю нужную их просто растягиваю правильным образом ориентируясь на референции затем все это сейчас как раз покажу мужика и как выгонять карту дисплейсмента чтобы с ней потом работать вот как раз на его примере увидишь как я использовал геометрии hd такой вот персонаж не буду скрывать я взял балованку базовую сдаст мне нет необходимости создавать с нуля потому что цель моих работ это показать качественно создание волос потому что я работаю заказчиками именно делаю волосы персонажи мне дают поэтому я предпочитаю не тратить время на скульптинг с нуля совсем от создания персонажа потому что это занимает огромное количество времени зачем если у меня цель показать волосы вот но просто волосы на фоне интересно показать и поэтому я трачу время но надо скульптинг и доработку текстур уже на металлы баланки задался вот так вот если ты обратишь внимание на активпоинт я сейчас максимальное количество включу у меня почти миллион а геометрия hd 3 subdiva и всего у меня 67 миллионов то есть и сейчас я приближусь сюда и нажму а немного подождем ты увидишь вот качество пор которая прорабатывал именно здесь растяжки такое то есть еще скажем так я досконально выработал технику создания этих пор но на рендере более менее нормально выглядит я довольна результатом мне кажется его достаточно чтобы показать волосы потому что если не позиционирует как персонажник который делает сверх круто персонажей моя задача сделать более менее качественных персонажей для моих волос поэтому я сильно прям так сильно не заморачиваюсь и поэтому последнее время решил использовать xyz просто натягивать с помощью затрат и это еще больше и лучше ускорит мой процесс создания персонажей для моих волос вот собственно как я выгоняю displacement на самый нижний уровень я перехожу то есть fd нажимаешь должно здесь показываться что нажимаем вот затем заходим взять плагин его можно перенести вот сюда или сюда то есть просто кликнуть на эту кнопочку и здесь есть мультимат экспортер здесь есть displacement и в настройках дисплейсмента я обычно ставлю 10x0 вид 05 32 бита xr scale 1 intensity 0 то есть все на таком уровне для бампа можно сделать чуть ли не девятый уровень и тогда будет дисплейсинг такой более менее детальный но как раз для бампа можно использовать для бампа и на мама я использую карты которые идут вместе с персонажем стандартным то есть да за скин а вот тут я думаю проблем не возникнет во всех тех тоторах там показывается как выгонять карты с броши поэтому не должно быть проблем теперь поговорим о шейдерах и я помню что просил корону но я также покажу вире и в максе и в маня потому что генри создавал в мая вообще думаю что будет смотреть этот комментарий или видео тому тоже будет интересно вот или возможно ты передумаешь и перейдешь маю как я или там верой next вот поэтому я тебе это все покажу вот просто был как я создавал круто кожу для генри также покажу джозефину которая с прической как у деймерис вот и сейчас об этом всем поговорим начну с короны потому что ты просила я такой для тебя более важно это делаешь в короне кожу своего а во-первых рекомендую посмотреть данный затор секрет создания реалистичной кожи в корона рендер там я рассказывал моменты основные которые нужно знать а вот сам покажу настройка материала на примере данной девушки то есть картон героини но у нее как по мне если посмотреть это достаточно хорошо работает скин шейдер я доволен как то есть носики да там достаточно хорошо получилось поэтому я решил показать именно этот короновский материал вот и возможно если вдруг ты задумаешься о создании монстров я покажу как раз материал лесника как и говорил в том уроке который смотреть по секрете создания кожи материал достаточно простой настройки вы выйдет таким образом просто загрузил текстуру варал хлор затем рефлект такого цвета она стандартная в рефле глаз обычный белый цвет я кстати рисовал именно вот эти все материалы substance painter я помню да просто выгонял то есть там ничего сложного и там как раз вот и ор сейчас минуту я все-таки буду так показывать так выделяем и ор вот и ор это просто цвет видишь он обычный точнее скорее всего текстура возможно ну я вижу лично цвет на рефлект 8 нас два я использовал такую карту то есть чтобы вы бы там по маске сделать и рефлект глаз вылить таким образом просто карты substance painter то есть ничего тут такого сложного сам материал вот радиус кейла поставил 3 для человека рекомендую два для каких-то силиконовых кукол 10 все в принципе из первого лейра и единицы остальных 010 и такие вот настройки то есть тут принципе ничего сложного как видишь в итоге у тебя получится более меня хороший шейдер который будет похож на юристичную кожу здесь и сильно не экспериментировал а вот верой next я уже там пробовал настраивал по-другому как раз сейчас покажу а так как я делал генри бумаги то я покажу шейдер именно верой next мая верой all surface 3d max я тебе покажу на примере же сфина которая с прическами вот здесь я дэнсити скейл обычно ставлю 4 или 5 для для кожи человека больше уже для каких-то кукол силиконовых или мультяшек вот по картам сейчас расскажу тут принципе по настройкам вот единственное еще радиус трогая и в принципе все для reflection на ставлю gx и загружаю карты карты у дим именно тут в мае можно делать в этом в 3d max я тоже расскажу как это делать то есть выбирается и дим мари и виталин мод и загружаются карты их я делал сюда за то есть с ним шли сейчас покажу эти текстурки какие шли то есть у дима для нормалки выглядеть таким вот образом и почему я советую дима делать потому что именно такой подход создание текстур тебе позволяет делать высоко детализированные карты для лица и других частей тела затем у дим для бампа то есть опять же повторюсь я беру базовую форму с доза с ними тут уже все текстуры нужны поэтому насильно не заморачиваясь над этим мне это не нужно а вот затем так выглядит у дим для диффуза и у дим для ссс теперь по самому материалу сейчас покажу так выглядят все параметры тут если что паузу ставь я просто так протяну ползунок ссс 2 и ссс 3 я не трогаю вообще то есть вес стоит 00 вот теперь по слотам я випершейте покажу вот ссс я гружу естественно в ссс color 1 потому что это у меня только один слой затем нам вам памп я гружу вам мэп диффуз бамп мэп рефлекте 1 и 2 вам то есть тоже таким вот образом потом потом делаю люминанс который так как вероятно текст текст не работает напрямую с черно-белыми картами видишь тут слоты красными то я использую люминанс для загрузки в расскажу уже подзабыл reflect rough нас и reflect rough нас 2 как раз ссс не ссс а с карту это у меня она выглядит сейчас покажу как вот такая карта на спекуляр которая использует я ее подмешиваю с лэйр и тексты белый цвет просто мультиплей сот тут не так как в 3d maxi тут нужно подмешивать нет процентов смешивания то есть нужно создавать ноду которая будет смешивать твою текстуру с белым цветом и и я загрузил его 3 5 ровно с раз нас два стеж зеленый кружочек а здесь красным звезда можно сделать out кого там перетянуть просто но я предпочитаю с помощью люминанс превращать ее в черно-белую то есть 1 1 именно слота и загружать rough нас но это что касается моя тут если вдруг надумаешь переходить будут какие-то вопросы а потом там тогда еще раз разберу именно этот материал вот в принципе здесь ничего сложного просто разобраться как какой за что слой отвечает и все слот теперь покажу настройки материала в 3d maxi там тоже ничего сложного я повторюсь во все нюансы там параметров не уникаю просто загружали экспериментальным путем достигаем код результаты которые у меня получается то есть там подробно я не смогу тебе прямо рассказать для чего и почему именно так а я просто экспериментальным путем исходя из практики получаю такие результат а в 3d maxi я буду показывать на примере данной модели потому что именно многие говорили мне что у меня достаточно хорошо и но и сам вижу что ссс достаточно классно работает такое классное ухо получилось губы такие реалистично сейчас ниже тут чтится вот достаточно классно работать ссс реалистично мне самому понравилось как получился в данной работе материал поэтому о нем я и расскажу и настройки покажу какие использовал в данной работе тут такая подборка шейдеров это просто водимая они загружаются с помощью текстуры v-ray multisubtext там главное правильно назначить 1 на полигоны и задать количество иди здесь выбрать и get face материал айди и просто загружать и димку то есть это обычные битмапы главное чтобы они были по правильно названы вот дефуз 112 и когда не и загружать мульти текстура настройки самого материала достаточно простые дэнс скейл 1 ссс модди фьюжен как и в примере с моя на каждый бамп слот здесь их несколько бамп текст я сейчас минуту я включу так здесь несколько слотов это бамп текст я затем есть как я помню вот еще здесь бамп текст я дифуз вам это все обязательно нужно забирать одну и ту же текстуру сюда вот нормал напи загружаю сюда обычный бамп и reflect не факт не рефракта reflection слот и глоссе на 100 тут обязательно потому что вот они да эти текстуры вам 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 их обязательно загружай потому что таким образом правильнее будут работать reflection и на диффузии красиво скажу есть классный материал включать вот по сссм тут я опять же с 2 с 2 с 3 я не использовал использую сюда один слой на него такие настройки загружают карту обычную сейчас одну из битмапов покажу просто вот цензура такие вот текстуры здесь никаких проблем и думаю тоже не возникнет они такие же как и у генри то есть сделать нет прям все сда за болванка стандартным потом просто скульптинг дорабатывать забрали еще я сказал я сильно не парюсь вот принципе все что хотел рассказать я думаете эти скульптинге кожи тебе помогут те уроки которые оказал ссылки и все в принципе думаю этого будет достаточно чтобы ну я рассказал без всякого утаивания информации рассказал все что я использую своей работе здесь есть какие-то еще вопросы задавай отвечу обязательно если что-то будет непонятной захочешь более подробно подробный разбор принципе всего хорошего дня хороших выходных разбирайся и в конце в комментарии напиши там ссылку на свою работу интересно посмотреть что получилось и помогли ли помог мой ответ в создании твоей работы вот успехов если что пишем